Доброе утро, дорогая семья! Сейчас у нас выходит ежедневная передача «Действительность с Богом». И послание этой передачи сегодня мы рассмотрим в книгу Левит, третью главу. И потом помолимся за безопасность церкви, за защиту. И потом причастимся, чтобы вместо церкви каждое утро возвеличили жертву Христа. Когда ты возвеличишь жертву Христа, сверхъестественно она обновляет и тебя, и церковь, и каждого из нас. Потому что кровь Иисуса Христа опять нас омывает, раны Иисуса исцеляют нас, и мы опять становимся праведники перед Богом. Каждый раз, когда мы причастаемся, мы оправдаемся кровью Христа, и она опять нас искупляет, эта кровь. И это очень важно, чтобы мы делали каждый день. Потому что когда мы делаем каждый день, мы возвеличиваем жертву Христа, и она опять становится живой для нас, эта кровь. Опять нас омывает и очищает. Хорошо тогда, пастор Александр, я тогда даю тебе слово. Аллалуя! О чем мы сегодня молимся, брат? На 90-е псаломы каждое утро молимся. Аллалуя! Аллалуя! 90-е псалом. Что может быть лучше, чем молитва по 90-му псалму? Аллалуя, Отец! Во имя Иисуса Христа мы благодарим тебя за все, что мы, Господь, слышали сейчас. За все, что ты говоришь в нашу судьбу, Господь. За все, чему ты нас учишь, для того, чтобы мы поступали по правде и истине твоей, Господь. Для того, чтобы нам не наступать, Господь, на одни и те же грабли по сотни раз и не впадать в какие-то неправильные вещи, которые противоречат твоей воле и которые не являются благословением для нашей жизни. Но спасибо тебе, Господь, за то, что ты направляешь нас, Господи, через Слово Твое, Господи, давая нам откровения через Дух Твой Святой о том, как нам нужно поступать для того, чтобы не попадаться в капканы дьявола. Аллалуя! Поэтому мы знаем, Господь, что мы живем под осенью всемогущего, под кровом Божьим мы живем. Аллалуя! Это то, что является нашей защитой, это то, что является нашей охраной, это то, что является нашим щитом между небом и землею. Аллалуя! Спасибо тебе, Господь, за то, что ты, Господь, окружаешь нас своей славой со всех сторон, Господь. Аллалуя! И мы этого не видим, но мы знаем, что это происходит, потому что мы верующие люди, мы люди веры. Аллалуя! Мы не верим в то, что видим, мы верим в то, чего мы не видим, но Слово Твое говорит о чем? Аллалуя! Поэтому мы знаем, что когда мы ходим по земле, над нами этот щит благодати Божьей, этот щит покрова Божьего, Аллалуя! И мы ходим смело, и мы знаем, что ничего не упадет на нас сверху, что может повредить нам, Аллалуя! Что ничто не сможет атаковать нас, когда мы ходим под покровом Твоим. Как важно, Господи, находиться под Твоим покровом, чтобы, Господь, никакая язва нас не коснулась, чтобы никакие, Господи, силки, которые расставлены против нас. То есть те места, где какое-то нечестие, какой-то грех хочет нас словить, хочет нас заманить к себе. Но когда мы ходим под Божьим покровом, этого не может произойти, потому что мы находимся в совершенном месте воли Божьей. Аллалуя! Мы именно этого хотим, как Слово Божие говорит, чтобы мы находились в совершенном месте воли Божьей. Ибо воля Божья есть благая угодна и совершенная. И вот мы ищем именно этого совершенного места, Господь. Аллалуя! Где мы знаем, что приходит и обеспечение Твое, где, Господь, есть абсолютная свобода Твоя, где, Господь, есть полная защита Твоя. Аллалуя! Покажи нам это место, Господи. Когда мы идем, Господь, по этой жизни, Отец, мы желаем, Господь, в каждом дне, чтобы нам видеть, Господь, это место, чтобы находиться, Господь, в этом месте, Господь, совершенной воли Твоей, Господь. Аллалуя! Аллалуя! И мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которую Ты дал нам, Господь, для того, чтобы мы, Господь, находились в этой чистоте. Аллалуя! И я верю, Господь, что когда каждое утро мы обновляемся через кровь Христа, принимая вместе с братом, вместе со всей семьей, это хлебопреломление, замечательно, совершаем это действие. Господь, происходит в духовном мире какие-то абсолютно сильные, славные вещи. Аллалуя! Кровь Христа снова и снова является свидетельством того, что мы принадлежим небу, что мы принадлежим царству, что мы принадлежим телу Христову. Аллалуя! Сегодня мы говорим о том, что очень многих людей атаковывает оккультизм, атаковывают демоны. Это именно потому, что они не находятся под властью крови Иисуса Христа. Аллалуя! Потому что они даже, может быть, и не знают о том, что нужно причащаться к крови Иисуса Христа и к телу Иисуса Христа. И тогда защита Божья, как написано в 90-м салме, она будет на нами. Потому что мы говорим, Господь, защита моя, щит мой, упование мое, надежда моя. Мы называем Господа своим отцом. Аллалуя! Слава тебе, Господь! Аллалуя! Поэтому на всяком месте мы имеем благословение. И Слово Божие говорит, что ты даже продляешь дни нашей жизни. Слава тебе, что люди, которые живут в грехе, люди, которые атакуемы дьяволом, к сожалению, порой умирают не в свое время. Но для тех, кто идет по воле Твоей, для тех, кто говорит, Господь, мое упование, ты продляешь дни нашей жизни и даешь нам укрепляться, и даешь нам жить до старости и наслаждаться этим временем. Слава тебе, Господь! И сегодня мы благословляем каждого, кто смотрит этот эфир, для того, чтобы они наполнялись этой славой, для того, чтобы они входили под покров Божий, чтобы они причащались к крови и к телу Христову, и чтобы они находились в этой Божьей славе, Божьей защите, которая всегда для нас является оградой. Халлелуйя! Будьте благословены, Семья Божия! Будьте благословены, Церковь! Аминь! Халлелуйя! Еще есть, что сказать, пастор. Знаешь, я хочу чуть-чуть дополнить тебя, вот пока ты говорил, я просто чувствовал в сердце своем практически похожую мысль. Дьявол сегодня ищет разные пути для того, чтобы обмануть нас, для того, чтобы увести нас от того, чтобы исполнять волю Божью. Вообще обмануть в доверии Богу. Это он делал от начала, к сожалению, да. Это он сделал еще тогда, когда Адам не послушал Господа, и он спросил его, Адам, где ты? Вот. И он спрятался от него, да. И сегодня дьявол находит разные пути через каких-то лживых ученых, через каких-то подкупленных медиков, да, через каких-то нечестивых политиков, через недостачу финансов, через предательство близких, через какие-то болезни, через какие-то ситуации, которые в нашей жизни происходят. Он пытается дать людям понять, смотри, Бог не любит тебя, Он не заботится о тебе, Ему вообще все равно, что в твоей жизни происходит. Значит, зачем тебе вообще искать Его? Зачем тебе верить? Доверять Нему? Что ты слушаешь вот этих вот двоих тут с утра что-то там пытаются тебе втирать, что тебе нужно, значит, искать волю Божью какую-то, что тебе нужно причащаться к Нему? Это все голоса дьявола. Это все тот оккультизм, который пытается сегодня снова возродиться. Пришло какое-то время, потому что церковь уснула, и они пытаются сегодня, значит, поднимать свои какие-то силы, но мне очень понравилось, церковь Любовь Христа написала то, что написано в Слове Божьем, что мы, которые находимся во Христе, мы, как дети Божьи, нас победить нельзя, потому что мы со Христом. Аллилуйя! И когда идут сатанинские атаки, когда идет вся эта ложь, мы знаем, как ей противостоять. Нет ничего больше, чем любовь Отца, и Он ее доказал вот так вот, выше крыши. Он Сына Своего отдал на крест. Друзья мои, вы можете с этим соглашаться или нет, но в истории человечества вы не найдете более сильного примера и более сильнейшего доказательства любви. Ее просто не существует. Богу ничего не стоило просто стереть нас в порошок за все, что мы делаем. Но Он не сделал так. Он послал Сына Своего и потом возвел его на крест ради того, чтобы нам открыть спасение. Не должен был Иисус Христос этого делать. Это не его грехи. Он ничего не делал против этого человечества. Он взял грехи всех нас и очистил нас и простил нас. Друзья мои, пожалуйста, не верьте лжи дьяволу. Не верьте тем обстоятельствам, которые вокруг вас находятся. Посвятите время, чтобы искать совершенную волю Божью. Доверьте своей жизни Господу. Это и к верующим обращается, обращение тоже. Потому что сегодня все эти обстоятельства, они пошатывают основания веры очень многих христиан. Они начинают сомневаться в Боге, сомневаться в том, действительно ли Бог стоит над всем, что сегодня происходит. Я хочу вам сказать, да, Бог продолжает стоять над этим всем. Он продолжает быть у руля всего. Если мы чего-то не понимаем, нам просто нужно смириться. Нам просто нужно склониться перед ним и сказать, Господи, дай мне понять, что происходит, как происходит. И более всего, опять же, возвращаясь к тому же моменту. И какое мое предназначение? Какое мое место в этом всем? Что я должен делать для того, чтобы продолжала исполняться совершенно воля Божья, друзья мои? Поэтому будьте благословены. Пусть это будет темой вашего размышления сегодня. И пусть это станет благословением для вашего дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо тогда, пастор Саша, тогда до завтра, да. До завтра. Пускай Бог благословит вас. Аминь. Хороший день. Я просто положу свидетельство сейчас там, этой ведьме, которая там делится. Я просто последний день слушаю ее, чтобы люди открылись глаза, что не надо к кому обращаться, что нет смысла обращаться с гадалками, ведьмами, экстрасенсами, потому что там ответа нет. Там только обман, обман. Там только обман, там ответа нет. Потому что единственный спаситель это Иисус и целитель тоже Христос. И так само единственный, который ты можешь приобрести благословение, это только Христос. Нету другой благословения. Аминь. Человек не может нас благословить, никто не может, только Бог. Хорошо тогда, пастор Александр, тогда. До скорой встречи. Пока тогда. Пока.